Здоровые ютуберские! У нас моменты расставания получаются не очень долгими, только я записал вам видео по матчу с Оренбургом, вот уже и видео по матчу с Уралом нужно записывать. Сыграли на кубок, проиграли по пенальти, сыграли 0-0. И в целом, конечно, сложно называть этот результат прям супер удовлетворительным, что Локомотив там решил все свои задачи и вообще классно сыграл. Но, тем не менее, отношение лично мое к этому матчу, оно гораздо лучше, чем отношение к матчу против Оренбурга. Если там я прям бомбил, если там я был зол на Галактионова, на результат которого добилась команда, то здесь ну 0-0, но проиграли по пенальти, заработали 1 очко. В целом, занимаем второе место в группе кубка, если там выиграем у Ростова домашний матч в кубке, то и легко совершенно в кубке с первых двух мест выйдем в плей-офф, в верхнюю сетку и уже весной будем решать какие-то свои задачи в этом самом кубке. Но при этом я вижу, что довольно большое количество людей снова расстроено игрой Локомотива. Могу, наверное, понять, с чем это связано. Все-таки второй матч подряд Локомотив не забивает голов. Не очень много моментов у чужих ворот, прямо скажем. И, конечно, есть большие ожидания от команды, от Галактионовского Локомотива, который весной там всех громил, всех побеждал, одно поражение, там пара ничьих. А сейчас Локомотив не показывает вообще ничего из такого доминирования. И каждый раз ты за сердце хватаешься, наберет очки Локомотив или не наберет очки Локомотив. Но на самом деле, если смотреть путь, который проходит Локомотив именно в качестве своей игры, то путь-то проделан достаточно большой. Если мы начинали этот сезон, этот конкретный сезон с того, что огромное количество моментов создал на наших ворот Рубин в первом туре. Потом тот же самый Урал в кубковом матче огромные проблемы нам создал, запирал нас на своей половине поля. И мы, ну, не то что чудом выиграли тот матч, но доминирования там точно не было. Там было небольшое количество моментов, которые мы реализовали. И Тегнезян потом говорил, что он еще 10 раз так пробьет и вряд ли забьет. Сегодня он подтвердил, что не самый лучший Голиадор в мире, на самом деле, Наир Тегнезян. И отправлять его в атаку, ну, несколько самонадеянно он что-то может там придумать. Но, по большому счету, лучше все-таки его выпускать в оборону, для того, чтобы его подключения в штрафной были сопровождены с внезапностью, а не вот как сейчас. Если посмотреть на последние матчи Локомотива, то можно заметить то, что вот этот вот наш бич начала сезона, это отвратительная игра в обороне и индивидуальная, и структурная. Она, на самом деле, уже ушла. И матч с Сочи, матч с Балтикой, матч с Оренбургом, матч с Уралом сегодняшний. За скобки оставляем матч с Ростовом. Там снова было не очень, но и Локомотив как будто бы не хотел играть матч с Ростовом, поэтому немножечко за скобки его и выносим. Так вот, если взять вот эти вот 4 матча, то мы увидим то, что наши соперники создавали, ну, не больше 0,5 xG за матч. То есть, если Ростов нам 2 xG за матч создавал, да, то сейчас Урал там 0,5, 0,55, если верить статистике Рустата. Оренбург там 0,6, Сочи 0,3, по-моему. Ну, короче, вот такие вы очень. Не, Балтика 0,6, Сочи 0,3, а Оренбург 0,4 создал, при этом 2 гола нам забил. Ну, бывает 2 дальних удара, ценность не очень велика, но забили 2 гола и проиграли. Короче, если говорить про оборону, то она более-менее наладилась. И этому, конечно, способствует игра Фасона Морозова. Я вам про них с самого начала твердил, что это оптимальная пара, играют хорошо. И мы сейчас видим, что действительно Морозов практически никому не проигрывает единоборство. Ни Бигфалви, ни Юшину, ни Мансилье, кто там еще на нас нападал, Кордоба, если брать матч с Краснодаром. Вот, Фасон тоже достаточно хорошо подчищает, атаки начинает. В общем, когда он играл с Кузьмичевым и пожарил с Балтикой, наверное, все-таки это связано именно с партнером Фасона, с Кузьмичевым, с которым Фасон боялся играть в пас. С Морозовым не боится, ну и, собственно, привозов на свои ворота не совершается. Но вскрывается другая проблема. Эта проблема у нас была, опять же, с самого начала, с самого начала сезона. Это не то, что мы сейчас из-за того, что наладили оборону, у нас сломалась атака. Нет, к сожалению, проблемы с атакой тоже были с самого начала сезона. И да, мы вначале забивали, и у нас была вот эта долгая серия, чуть ли не рекордная серия с забитыми голами. Но качественно и стабильно создавать моменты на чужой половине поля в этом части, в этой части сезона, в начале сезона нам не удается. К сожалению, не так активен, не так хорош в созидающей части Артем Дзюба. К сожалению, Максим Глушенков немножечко растерял своего куража. Антон Миранчук не так ярок. Сергей Пеняев тоже один из, наверное, одной из разочарований начала сезона для нас. Ну и, в общем, вот эта вот атакующая линия. У нас были проблемы, например, с тем, чтобы в принципе мяч в эту переднюю линию доставлять. Потом более-менее мы научились доставлять мяч в переднюю линию. Но вот завершать свои моменты качественным ударом, вот этого у нас уже вообще не получалось. В матче с Балтикой каким-то чудом три угола с трех ударов забили. Но, как показала практика, в дальнейшем наши заходы в штрафную с фланга чаще всего не оканчиваются вообще никакой передачей. Не говоря уж про то, чтобы после этой передачи еще и поворотом пробить. Это большая проблема для Локомотива. И вот с ней никак не получается справиться. Хотя, опять же, отмечу то, что если в начале сезона мы все отмечали, что Локомотив, кроме вот этих вот забросов на Дзюбу, постоянных, ничего не может сделать для того, чтобы выйти в атаку. И, в частности, для этого нам в том числе нужен был Тимур Сулейманов. То сейчас, это показывают статистические выкладки, у Локомотива гораздо больше средне-коротких передач, с помощью которых Локомотив выходит в эту самую атаку, доставляет мяч до передней линии. С этим, ну, нельзя уже, вот как я помните, бомбил по матчу с Факелом, бомбил по матчу с Криллем, что у нас не получается. Ну, не получается нам доставить мяч в переднюю линию. Нас постоянно перекрывают и не выпускают со своей половины поля. Мы делаем 2-3 передачи и либо теряем, либо запускаем дальнюю, за которую должен там бороться Дзюба или Сорвелли, или еще кто-нибудь. И, естественно, большая часть этих мячей просто теряется и не попадает к нашей атакующей линии. Сейчас этого уже нет. И в матче с Оренбургом, и в матче с Уралом сегодня мы выходили в атаку. Мы постоянно доводили мяч до чужой штрафной. Довольно большое количество людей у нас было в атаке. Но оказывается, сейчас проблема Локомотива в каком-то кошмарном техническом браке. Чего тоже, кстати, я поначалу сезона, может быть, не замечал. Может быть, другие проблемы более ярко бросались в глаза. Но невозможно атаковать, невозможно надеяться, что ты вскроешь оборону Урала. Урала — это хорошая команда, обороняться она умеет. Хороший тренер Гончаренко, достаточно квалифицированные футболисты в обороне играют. Ты не можешь заставлять их ошибаться, если ты сам тратишь по 4-5 касаний на то, чтобы обработать мяч. Если ты не можешь дать точную передачу партнеру, если ты не можешь навесить на голову Дзюби или на голову Тимуру Сулейманову. Если у тебя всего этого нет в твоем техническом арсенале, то защищаться Уралу довольно просто. Что они, собственно говоря, и показывали. Хотя мы все равно смогли создать момент, мы все равно смогли довести мяч до Сирьянова в чужую штрафную, чтобы он просто пробил спокойно в дальний угол, забил гол. И мы бы спокойно праздновали победу со счетом 1-0, как это было, например, в матче с Рубином, тоже в кубке. Но Сирьянов не забил, к сожалению. Не получилось у нас с фланговых атак доставить мяч в центр. Ну никак почему-то не Антон Миранчук, не Сергей Пеняев, ну вот не получают у них эти передачи с флангов. Да и Сирьянов тоже не пойми, куда делал прострелы свои. Все это говорит о низкой технической оснащенности наших футболистов, при том, что раньше за ними этого не было замечено. Антон Миранчук довольно техничный футболист, Максим Глушенков довольно техничный футболист, Артем Дзюба, многие его называют Дубовым, но на самом деле он с мячом обращается очень технично. И он хорошо понимает футбол, может делать хорошие передачи и делал их. Мы это видели все в весенней части чемпионата. Сейчас это куда-то делось, и я не очень понимаю куда. Единственное объяснение, которое у меня есть, которое я могу дать, почему так происходит, это то, что сейчас у Локомотива очень тяжелые ноги. И есть несколько косвенных подтверждений этому, хотя уже к сентябрю должны были разбегаться футболисты Локомотива, если их не гоняют по-прежнему в двухразовом режиме, какие-нибудь там силовые тренировки, челночный бег и вот это все. Если там нормально подходит к восстановлению, то, казалось бы, уже к сентябрю должно было все это немножечко сбавиться, и команда должна была побежать, должна быть легкость в ногах, легкость в голове. И вот ее я, наверное, сейчас и не вижу. Меня это очень сильно тревожит. Еще один момент, который тоже говорит о том, что что-то не так именно с физической формой, это большое количество травм. Я говорил об этом в позапрошлом видео, о том, что, ну, какое-то колоссальное количество травм у Локомотива. Все потихонечку получают какие-то мышечные повреждения. Ну вот, прошел матч с Оренбургом, мы видим матч с Уралом, и не полетел в Екатеринбург Баринов. Сорвелли оба матча пропустил, давал автографы в зоне для болельщиков. Рыбчинский, который играл в матче с Оренбургом, тоже не оказался в заявке на матч с Уралом. И если я могу понять, что там Дмитрия Баринов, допустим, решили дать ему отдохнуть, потому что был очень энергозатратный матч против Оренбурга, то Дмитрий Рыбчинский выходил на замену, и он как раз один из тех людей, которым бы нужно было бы дать поиграть против Урала, но его вообще не было в заявке. Поэтому ощущение, что вот еще три игрока у нас получили мышечные или какие-то другие похожие повреждения, ну, не в стыках, не в каких-то единоборствах, а именно просто на тренировке, например. Это очень тревожный момент, потому что он говорит о том, что что-то было не так сделано летом во время межсезонья, во время подготовки к сезону, потому что сейчас уже более-менее все команды разбегались, более-менее все команды бегут. Если посмотреть на какие-нибудь крылья советов, то бегут просто сумасшедшим образом. Сегодня там матч, например, «Зенит-Ахмат» был, обе команды туда-сюда бегают совершенно без какого-либо стеснения, и я не понимаю, как мы просто будем играть против «Зенита», когда у нас такое количество технического брака, когда у нас на каждый прием мяча тратится 3-4 касания, когда наши передачи в касания — это практически 90% потери мяча, или в недодачу, или просто, да, там, ну, может быть, они доходят до наших игроков, но обрубается скорость этой атаки. Мы не можем именно выбежать, выстрелить в атаку, как это мы делали весной, например, как вообще, в принципе, наша команда должна делать, потому что у нас очень сильный, контр-атакующий, быстро-атакующий контингент футболистов подобран. Пеняев, Глушенков, там, не знаю, Антон Миранчук, может быть, не так быстро бежит, но может сделать передачу. Рефа Джамляддинов может сделать передачу. Тимур Сулейманов, кстати, достаточно быстро бежит, достаточно мощно бежит, может поддерживать атаки. Дзюба, как ни странно, несмотря на то, что не самый быстрый футболист, все равно добегает всегда вперед и готов помогать в этих атаках. Рыбчинский, ну, короче, много футболистов. В теории я уж не говорю про крайних защитников. Текнезиана, Самошникова, Сельянова, опять же, тоже быстрый футболист на самом деле. Всего этого нет. Мы не пользуемся скоростью, мы не пытаемся именно этим компонентом задавить соперника. Сейчас наш футбол, это футбол стоя, это футбол контроля мяча, поэтому, например, с Урала мы почти 500 точных передач отдали. Я даже не помню, когда столько раз, последний раз у Локомотива сколько, столько точных передач было. Честно говоря, уже не вспоминается. Это проблема, но на самом деле, на самом деле, это проблема более мелкого характера, чем проблема в системе игры, которые у нас были по началу. Там, где вот как раз не получалось выходить из обороны в атаку, там, где оборона просто бежала всем скопом на мяч и оставляла своих футболистов. Поправить физическую форму, поправить техническое оснащение игроков, которые на самом деле умеют играть в футбол, но мы все-таки будем понимать, что у нас собраны футболисты не из ФНЛ-2, не из любительских клубов, а вполне добротные футболисты уровнем не ниже, чем у Ахмата. В принципе, все это может в любой момент по щелчку пальцев вдруг заработать. Например, Жинкин поймет, в чем проблема с физической формой, немножечко перестроит программу, команда, не знаю, отдохнет или еще что-то с ней произойдет, она побежит, ножки станут легкими, техника вернется, и мы получим хорошо атакующую, быструю, точную команду. Может быть, конечно, и не произойдет, может быть, до зимы будем вот так вот ни шатко, ни валко играть, но имея систему игры, имея хорошо играющих фасона Морозова, имея там, не знаю, Баринова с Карпукасом, который будет играть 90 минут, а не которого будут на 55-й минуте менять на Куликова, в целом Локомотив все равно будет собирать очки, просто потому что сзади довольно добротно, впереди моменты создаются, не забивать долго Локомотив не может, все равно сильные футболисты, все равно есть Антон Миранчук, все равно есть Максим Глушенков, забивать будем, может быть, не так много, как хотелось бы, но забивать будем. Так что вот нынешнее состояние мне нравится гораздо больше, чем то, что у нас было на момент начала сезона. Плюс, опять же, ну вот я много ругал Галактионова по матчу с Оренбургом, и было за что, я уверен на 100% то, что матч с Оренбургом мог закончиться нашей победой, или как минимум ничьей, если бы не совершенно ужасные решения Галактионова по составу, по изменению, в частности, на 55-й минуте того матча. Сегодня уже Галактионова претензий, по сути, у меня нету. Да, есть вопросы по тому, зачем ты выпускаешь Тикнезяна в атаку, честно говоря. Я думаю, что это не будет работать ни в каком мере, но это, по крайней мере, то, что Галактионов может попробовать, плюс, ну, не так много у него вариантов на край атаки для того, чтобы прям точно можно было бы сказать, что вот выпусти этого было бы лучше. Да, ну, почему бы не Тикнезяна? Да, в конце концов, Тикнезяна сменил Митай, и в какой-то мере ничего принципиально сильного не произошло. Да, хотя Митай классные атаки организовывал своими передачами, сохранением мяча. Техничный парень продолжает это нам показывать. Вот. Но по управлению игрой вопросов Галактионова нет. Да, в этот раз не было вот этой истории, когда он просто снял всех потенциально сильных атакующих футболистов. Был момент, когда там Антон Миранчук играл, Глушенков сидел в запасе, играли Антон Миранчук и там Сергей Пеняев. Нормальный набор. Потом Миранчук плюс Глушенков. Нормальный набор. Потом сняли Антона Миранчука, выпустили Рефата Жамалединова, Глушенков остался на поле. В общем, тоже, ну, количество людей, которые могут забивать голы, оно всегда было достаточно большим. И вопросов у меня к этому нет. Не стали менять Карпукаса. Оказывается, Карпукас может играть 90 минут и довольно интенсивного футбола показывает довольно хорошее качество. Ему Галактионова на пресс-конференции задали вопрос, мол, почему бы не поменяли номер 93, у него было много брака в передачах. Артем Карпукас стал лидером по количеству точных передач в этом матче и процент у него очень высокий. Там есть люди с еще более высоким процентом, но самих передач они отдали меньше. У Карпукаса, по-моему, 64 точных передачи и процент точности 90. Это очень хороший процент и в целом Карпукас провел добротный матч. Может быть, не яркий, но добротный. Показал, что, ну, не надо было его менять с Эренбургом на 55-й минуте. А когда нужно было заменить Мородишвили, мы выпустили не Куликова, который не может дать нужного объема, мы выпустили Щетинина. Михаила Щетинина, который как раз молодой и, может быть, по качеству еще не так хорош, но нужный объем тебе даст. И вот концовка матча с Уралом прошла в атаках Локомотива, а у ворот Лантратова, по сути, ничего и не создавалось. Так что, ну, вот сегодня претензий к Галактионову нет, и я надеюсь, что как минимум он зафиксировал, что у него есть нормальная оборона, что не нужно искать добра от добра. У тебя есть Лукас Фасон, у тебя есть Евгений Морозов. Они хорошо играют. Они играют так, что к воротам Лантратова толком невозможно подойти. Все моменты Урала — это дальние удары Щетины. Не Щетинина, а Щетины. Судя по всему, да, потихонечку понимает, что в атаке нужно определенное количество людей оставлять. Хотя, ну, когда мы говорим про Галактионова, как будто вот он это все понимает, 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 а потом, не знаю, там пауза на сборной, и он вдруг решает то, что да, у нас же вроде Куликов там тренировался, давайте его поставим. это странно, и надеюсь, что... надеюсь, что Галактионов свои ошибки уже необходимые для того, чтобы стать классным тренером, допустил, и в дальнейшем все было бы хорошо. Жалко, к сожалению, что у нас будет огромная проблема в матче с Зенитом. Да, Зенит бегает, Зенит хорошо технически оснащен, есть и Сидор, который наверняка захочет Локомотиву забить, есть еще много футболистов, которые Локомотиву любят забивать. К сожалению... К сожалению, не очень я вижу, что может Локомотив противопоставить Зениту в этот конкретный отрезок времени, но всегда остаются бойцовские качества, может быть, их хватит. Все, на сегодня все, все, что хотел сказать про матч с Уралом, я сказал, на самом деле, добротный матч, не очень прям качественный и не очень такой, который настраивает на оптимизм, но по качеству, на самом деле, он лучше, чем большинство матчей начала сезона, значит, определенное движение вперед есть. Вот такая мысль у меня, наверное, главная сегодня. Все, на этом заканчиваю, до встречи после матча с Зенитом. Субтитры создавал DimaTorzok,